Казань Ему снова помогает партнер Дэвид Скандер Показывает свои Измайль Баку Вот тоже Витскандер И его штрафные Это Артефакт для болельщиков Казань Баку вот такие мячи вылавливает И обычно эффектно завершает сверху На игранной комбинации Да, двойной ступенчатый такой заслон И второй большой открылся Смотри, прям на встречных курсах пошла игра К Савьермун очень быстро Против участия игрока сам лабери Что он готов и он заявки Вот, наверное, хорошие новости Для тех, кто болеет сегодня за Уникс Полкаются под кольцом Витя, я думаю, ты любишь такой баскетбол Это классик Да, вот команды действительно проверяют Слабые места друг друга И атакуют на шестой седьмой секунде И вот тут Тони Тейлор Это отдаётся лучше всего У него уже пять очков Гости успели откатиться в защиту Да, у Уникса не получилось С транзицией Вот пойдёт уже цейкнот В этом оппозиционном владении Вот опять двоечка на баку Но Тейлор просто как ковровую дорожку Придим расстелили И да, здесь очень непросто пришлось Коверу Паскуальу без своего капитана И вот Сергей Красёв снова на паркете Один из самых ярких российских игроков А вот ещё один яркий российский игрок Дмитрий Кулагин Каждый из команд может набирать очки Другое дело, что Тони Тейлор Очень выделяется, он не мазал А вот Савьер Мун тоже начинает И забивает сразу А Борис Белман Вот так сейчас большие предпочитают атаковать Свои атаки Проводит более аккуратно Джарид Рейнольд тоже Атакует, не раздумывая через Пойтроса И Паскуаль, кажется, совершает бросок Остался один, почему бы не попробовать 17-17 Хорошая скидка Сергей Торопов получает Блудшот от Сергея Красёва Вот так вот Будет сам, кажется, атаковать Фрейзер Остается мало времени 2-1 И снова подбор в нападении Вот это связка двух больших Амарис Белман Михаила, и он ошибся При передаче 4 секунды будет на ответ Винс Хантер развернулся Какой быстрый разворот И таким образом Зенит завершает первую четверть Отметили Хорошо, что так быстро смог остановиться О, вот и хоррор А вот это момент, которого мы ждали Это Алекс Пойтрос Прежде всего В защите будут вопросы И у Авера Паскуаль И у Вермира Пирас Какой же быстрый тенд Фрейзер Но тут дотягивается до мяча Рейльнадз И даже мог его Это было очень красиво И сейчас Униксу нужно ответить И это умеет делать Рейльнадз Классический полукрюк Я знаю Сейчас интересный миссмэч Маленький игрок против Большого И в защиту здесь выходит победителям Пулагин идет на кольцо И Рейльнадз Все-таки запишет Доработал Савьер Мунт смотрится увереннее Сергей Карасев Во вторая Тукачкова попытка неточная И Андрей Вороцевич присоединился К составу Ого-го В раннем нападении Тони Тейлор Не дожил Открытие для всех Для скаутов Для соперников Джолин Рейльнадз Из-за дуги Ого-го Я бы сказал Его бросок Но часто Джолин Рейльнадз Савьер Мунт сейчас будет Против Рейльнадз Играть Предлагал себя Винскантер Но Михаил Беленицкий Кажется он только выше становится Ого Вот это да К Савьер Мунт Это называется хорошая защита Но нападение еще круче Очень уверенный бросок В прыжке из-за дуги Сейчас сразу бросилось в глаза Рейльнадз Шел тоже на мощный постер Кажется даже Игроки на подборе Не успели подстраховать Рейльнадз Как заправки разыгрывающие Добавляет тебе Два парня из Мичигана Встретились Джолин Рейльнадз И Винскантер В спинале не дает Тому выйти на подстраховку Отлично И посмотри Какой высокий состав Сейчас у Уникса Но это не мешает 12-8 уже В четверти И можно сказать Зенит Оправился от этого Легкого нокдауна Который Уникс Предложил во второй четверти Ну вот посмотри Какой все-таки Атлетический состав И стоит другой стороны И Тони Теллор Давайте посмотрим Воронцевич ставит Основной заслон Дуэйн Бэйкон Какой же сложный мяч Кажется Не легче чем предыдущий Где его двое опекали А тут Баку Ну и тем игрокам Которые сейчас на паркете Дмитрий Кулагин Какой сложный бросок Вот это да Ты спрашивал про Коби Брайанта Мог выбросить Причем Индивидуальной игре Всегда уделял Индивидуальной защите Это вот Зоначок строится в играх Савьер Мун Ну слишком быстро Для этой защиты Тоже красивый бросок Такой мини фингерол Заносит он В кольцо Уникса Не было там Подстраховки от Большого Дмитрий Кулагин Почувствовал Почувствовал игру 38-33 Отбивается Зенит То чего Хотел Хавьер Паскуал От своей команды И опять же Такой вот Индивидуальная игра Винца Хантера Ну Бака часто Выходит на маленьких игроков И вот здесь Можно и сверху было Конечно Но Сергей Торопов Простым лейапом Олимпиады Чемпионат мира Это мечта многих Михаил Беленицкий Из угла Под 45 Вот иногда даже Сам Михаил Мне кажется Не знает Всех своих Способностей Услышал нас Хавьер Паскуал Акцентированно Играют на Спеллмана А вот тут Винца Хантер Имеет преимущество По скорости Над Баку И забивает Эти два очка Как же здорово Он прячет Мяч в карман Не дает Бака Дотянуться до мяча А здесь уже В защите помогает И Все Со всеми Справились Кроме Этого роста Которому не научишь Измайль Баку И опять Посмотрите Пешеходное Нападение Зенита Расчет на Бейкона Трешка Не доходя до линии Вот это Зенит Все-таки Команда опытная Приспособилась К тому игроку Уж точно Опять Это Противостояние Буквально На одном шаге Опоздал И Бейкон показывает Весь его атакующий потенциал И раз И просит Тайм-аут Уже в следующем же В следующей же Остановке Спелману Дмитрий Кулагин К сожалению Мы отмечали его действия Смотри Тоже все начинается С печки С защиты Старинная Баскетбольная мудрость Отличная защита И тут же Залетает в кольцо Артем Коволов Уже В мелких деталях Отличается Перехваты Подборы Нападений Кулагин Вот так вот Снова Больше движения Мяча мы видим Освобождается Спелман Будет давить Против Лопатина Сложный бросок С разворота Насколько упакован Этот игрок 55-55 Мы видим Что против Бейкона Теперь выше Работает Лабири Не самый сильный Защитник Из казанцев И Бейкона Этим пользуется Лабири В позиции центра Попытался Отомстить Левый крюк Не забил А Спелман В офсаде Забивает Тоже Данг И Уже не первый раз Так подкараулил Защиту Георгий Жбанов Который сегодня Не так много Играет На паркете Все-таки Ролевик Жбанов И Кулагин Как пользуется Хорош Причем И бросок с разворота Мы видели В его исполнении А сейчас По сути Полукрюк Правый забивает А Марис Спелман Свой трехочковый Но уже На нем защитник Снова на Дмитрия Кулагина Вот его точка И опять Подбор нападений Дмитрий Кулагин Пролетая Над Сергеем Карасевым Забивает Ангк Пойтрис доминировал Ну вот Как ты сказал Уже игра Отрезками Скидка От Карасева Еще одна трешка Да Мы видим И Рейн и Цибака Вот как сейчас На паркете И Пойтрис И Спелман На такой высоте Передачу делать намного проще И Спелман Вот конечно Даже против Бака Не боится атаковать В таком стиле Бака просит мяч И вот как раз И Беленицкий И Кулагин На паркете Какая скидка Классная На Рейнольдс И опять Медленный размен Атака первой смены Скидка Когда Да Шбанов Получает возможность Он ей пользуется Георгий Это его первые очки В матче Сегодня нет Такой феерии Атакующей Есть другие игроки И разберут на себя Да Надо было бросать И наконец-то Все-таки Забил еще Один крюк Рейнольдс Шбанов Вообще Ничего не стесняется Не боится Делает скидку На Спелмана Средний бросок Ну это очень Легкие очки Для Амари Спелмана Десяти очков Очень много Зависит от этих Двух новичков Баку Ну вот это Наверное Блокшот дня Он еще успел На скамейку Посмотреть А здесь надо Красиво завершить И Шбанов Делает это Он дарит нам Хайлайт на двух сторонах И вылететь Сквозь потолок Арены Рэнд Фрейзер Набирает Свои первые очки В матче Вот такого Фрейзера Мы помним Тот же Ксавьер Мун Который Специально Рост 183 Говорит Нет я постоянно Данчую Ого А вот кто точно Сверху заносит На регулярной основе Так это Алекс Поэтрес Да то о чем Мы говорили с тобой В паузе Действительно У Зенита Есть большое преимущество Не только в исполнителе Но и в длине скамейки Тони Тейлор Тот самый Домашний мяч Сваливается Каждую очередь Тот же Поэтрес Насколько он Точно усиляет игру Команду У него 10 очков Но при этом Все его очки Мы отлично помним Это классные данки Это подборы в нападении Вот такие флоутеры Точно Да вот Фрейзер Где-то вот Элементы стритбола Добавляет Может быть не совсем Он пока встроен в систему Заваливается мяч И такое бывало При борьбе Открыли угол Интересно Есть ли у Пойтеса Бросок По этой попытке Кажется что нет Какой разворот А вот это он умеет Еще и под сирену Но это настоящее пиршество Вот рухачкового броска Можно за счет него страховать Фрейзер заходит внутрь Много контакта Но свисток молчит И шанс для Уникса Кулагин Кажется Пересекает Охочковую линию Посмотрим Два или три Например Американские игроки Нокодящие из ИНБА Из Тайского чемпионата Могут просто Не успевать Адаптироваться Дмитрий Кулагин Просто не раздумывая Из 2-3 очка Вот сейчас точно Три И кажется все знают Через кого будет идти Основная угроза Это Тони Тейлор И Дмитрий Кулагин Тейлор самый наверное Сложный свой бросок И там матча забивает Является для Пирасовича Домашние матчи В любом случае Надо показывать борьбу Надо стараться Какие любит Тренд Фрейзер Но здесь подбор Уникса И вся Казань За Дмитрия Кулагина Который просто еще и падает После этого попадания Из этой ситуации Он тоже за мяч побороться может Да бывает Дальний отскок Ну и в принципе Люди которые умеют бороться Это все вот Георгию Жбанову 85-85 Должен быть конечно Счет 86-84 Сейчас нам обновят графику Плюс 3-4 Уитрис против Кулагина Кулагин Бросает И наверное Вся Казань Сейчас Затаила дыхание Это был великолепный матч В котором На последних секундах Все решилось И победил Зенит Зенит и Хавьер Паскуаль Именно вот его тайм-аут Его решения в конце Принесли победу команде Но у Дмитрия Кулагина Был шанс Писать себя в историю Он это сделал Как очень яркий российский игрок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok